Как видите, все окна разбиты, все уже поразбивали. Вот дети, тут плохо может быть видно, конечно, но их там, вообще там их шесть человек сидело. Недостроенное здание уже больше пяти лет – главная причина для беспокойства жителей Куйбышевского района. Заброшенный дом соседствует с детской площадкой, и зачастую местная ребятня предпочитает его каруселем и качелем. По мнению родителей, прогулки по бесхозной стройке могут быть опасными. Там забора практически не осталось, они просто свободно туда залезают, фотографируются. Просто страшно, там крыша не закрыта ничем. С просьбой о помощи жители обратились к главе Самары Олегу Фурсову. Он поручил властям Куйбышевского района сделать так, чтобы дети не имели доступа к опасной стройплощадке. Предотвратить, значит, попадание туда детей. Ну и пусть официально ответит, какие сроки будет сдан этот недострой в эксплуатацию. Там есть школьный лагерь, чтобы участковый пришел, рассказал об опасности всех этих вещей, такую профилактическую работу провел. Если не поможет, тогда подключите прокуратуру районную, чтобы вынесли предупреждение и взыскание наложили. Сергей Орлов рассказывает, недавно в его дворе в Кировском районе прорвало теплотрассу. Пока меняли трубы, разрушили тротуарную плитку, сломали деревья. Управляющая компания попыталась привести двор в порядок, но в итоге теперь находиться там небезопасно. Одна площадка между ними метров пять, горка детская. И дети идут вот здесь вот с горки, и здесь вот сходят с горочки. Буквально здесь метра даже нету, и бабушка подходит с площадки, и вот так вот ходит. Ну кто-нибудь ногу вывихнет, и будет, значит, инцидент. Олег Фурсов поручил профильному департаменту и руководству района проконтролировать благоустройство этой территории. Также он подчеркнул, что в этом активное участие должен принять общественный совет микрорайона. Также глава города напомнил, если жителей не устраивает управляющая компания, они имеют право ее поменять. Этот вопрос можно решить на общественном собрании. Коллективное мнение люди обязаны выразить и в том случае, если хотят стать участниками федеральной программы «Комфортная городская среда». Люди сами должны решить, как преобразится их двор и что в нем необходимо установить. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События.